Просто так его выдали. И Полтава теплоэнерго могут быть проблемы, и Полтава фарм. Ну, то есть, это история, которая имеет свои корни. И кто захочет просто так выдать те или иное предприятие, под чьей парасолькой оно сейчас находится. А какая расстановка сил была при этом голосовании? Кто из фракций поддерживает? Я же не могу, у меня нет онлайн голосования, это можно увидеть потом на сайте областного. Сьогодни на сессии расследовали газовые вопросы. После минулой сессии Вы говорили про то, что предлагают предприятиям газовым компаниям наперед заплатить 5% в ренте. Как сейчас просугается эта работа? Важковато, але я думаю, что проблем не будет. Я сподіваюсь, что в лютому месяце мы уже проголосуем за певні погоджения. Тільки після подписания социальной угоди, только после перерахования коштей. Мы не требуем каких-то захмарных потреб для гормата. Будь ласка, перерахуйте кошти и заходите на сессию областной ради. Чи надаете при этом перевагу державному предприятию Укргазового добивания? Чи працюете за сома? Сама в том, что Укргазовое добивание как свою историю, так и должен иметь певную преференцию перед компаниями с приватным капиталом. Я думаю, что Укргазовое добивание действительно должно быть в любых действиях. Это уже позиция министра Насалека, это уже позиция хренистства облради облдержадміністрации, это уже позиция и депутатского корпуса, в том числе и депутатов Верховної Ради. Это должна быть, снова таки, энергия с усилий направлена на то, чтобы Укргазовое добивание, как наибольший платник ренти, спокойно перерахував немаленькие деньги до бюджетов в городе. Если бы это стоило 19 млн, то они были уже на рахунках в городе, а это сотни млн. Рекомендуйте, что от завернение с приводу ДЦА, то власне дима, его заборгованостей, боргом, программа власне. Я понимаю, что такие ситуации могут быть. Это ситуация, которая складывалась в одном из районов. Людина перед тем, как ишла в АТО, она использовалась своей программой, но заборговала деньги. Как вы ставитесь до пропозиции матери за выбор бюджета, коллега? Чтобы депутаты взяли опыку над семьей, особенно в сельском, в сельске, в городе. Так как в Львове еще несколько месяцев она называла. Чтобы не финансовая складывалась, чтобы деньги, а еще и моральная поддержка. Я вас уверен, что такая опта уже существует. Нехай она будет не на папере, она в каком-то другом видении. Но каждый депутат, я свою знаю, каждый депутат обласной рады, соответствует своего выборчого округа, он знает тех, тех семей, которые потребуют, у которых погибли, там, мать или брать. То есть, если эта работа будет как-то... Ну, можно, она будет формализована, но эта работа и сейчас происходит. Что вы имеете на вас? Что вы имеете на вас? Как будет формализована? Да, сколько складовую целью работы? Ну, для того, чтобы назвать складовую, сессия закончилась буквально полгода назад. Я мог, звичайно, проговорить уже складовую за півгодин, сформулировавшим себе в голове, але найкраще будет все пропозиции, которые будут от нашей профильной комиссии, возможно, от тех же самого депутатов, которые поднимали это вопрос. Но сейчас сказать, что она уже есть? Нет. Ей нет. Десь в уяве, она есть. Но если я помогаю семьям загиблих, я хочу сказать, что эта работа есть. Если сказать, что она формально, что она в юридическом околе, у меня нет никаких договоров, ни деклараций, ни каких-то других чинников, которые бы меня обязывали, там, чи как-то по-другому, вибудовывали свои мои отношения с этими семьями загиблих. Я просто им помогаю. Вот и все, вся коммуникация истнует. И это не я, не только я, это все депутаты. Продолжение следует...